До 19 века Уфа строилась стихийно. Единого плана развития города не было. Первый план 210 лет назад утвердил Александр I. Но большая часть зданий, которые сейчас находятся в историческом центре города, была построена по генплану 1819 года. Сейчас действует градостроительный план 2006 года, но, как говорят специалисты, его необходимо корректировать. Например, в нем не была отражена застройка микрорайона Нагаева-Северная. Там будет проживать 46 тысяч человек. По словам главного архитектора Ильдара Ибрагимова, это интересный пилотный проект. Это новый формат проектирования, уход от традиционного микрорайонного проектирования. Это квартальная застройка, кластерная, с четкими заменами, ортогональными, с пониманием плане транспорта, пешеходов, комфортное проживание для жителей, использование существующих природных ресурсов, так называемых пруда, озера. На данной территории также мы рассматриваем возможность расположения, так называемых, смарт-пайти-парка для молодых ученых, исследователей и инженеров со всеми условиями проживания, работы, в общем, привлечения талантливых, умных, красивых людей. Ильдар Ибрагимов отметил, что Уфа будет активно расширяться. За Уфимье отдано под индивидуальную жилищную застройку. В районе совхоза «Цветы Башкирия» построят дома средней этажности, а микрорайон «Инорс-4» застроят крупнопанельными домами. Но для реализации этих планов требуются большие вложения в развитие инженерной инфраструктуры. Начнем с Пукового острова. Это основной проект «Лунилина-2». При этом жилой фонд будет составлять 200 тысяч квадратных метров жилья. На население будет составлять 7 тысяч человек. «Лунилина-7», «Инорс-3А», «Инорс-2Б», «4Б», «4Б», «4Б». Также «Инорс-4». Также очень крупный, серьезный проект у нас разрабатывается Кунистовский затор. Площадь данного Кунистовского затора по жилью будет составлять где-то около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Ну и, соответственно, жителей 45 тысяч. Ну, по Забельевых основные у нас приоритеты – это освоение Затона-Восточного. Ну, на территории Затона-Восточного у нас производительное строительство где-то около 1 миллиона квадратных метров жилья. Облик Уфы будет меняться и в центре города. «Проспект Октября в плане масштаба, ну, считается, конечно, не так столичным городом с тем, что присутствуют у нас эти хрущевки. И сейчас заявлен ряд проектов, которые данному проспекту сдадут тон, станут и так называемыми ядрами, и корями, которые начнут уже за собой тянуть застройку проспекта Октября со сносом пятиэтажек. Вот сегодня на Горосовете у нас презентуют проект, который, вы хорошо знаете, площадка трамвайного кольца на сезоне. Строительство будет максимально до 100 метров высотой. И раз у нас ряд таких, если проектов у нас по проспекту Октября появится, появится такой определенный масштаб города, такой своеобразный, такой силуэт». Облик Уфы изменят согласно паспортам улиц и фасадов зданий. Разработать их городской совет поручил администрации города. Она также должна выработать стратегию развития Уфы.